Всем привет! Временно забираю роль ведущего у Кирилла. И сегодня мы поговорим с Юрием Парсамовым, руководителем роста компании Ясна. Мы решили, что тема онлайн-психотерапии очень схожа с телемедициной, и что те механики, которые используются и в маркетинге, и в инициации роста компаний, очень похожи на то, что происходит в целом в медицине. Почему вообще интересен кейс Ясна Live? Ну, наверное, потому что в этом году ребята выросли в 7 раз, и когда вообще речь идет про услугу в онлайне, то Ясна приходит первый на ум всегда. То есть с точки зрения развития бренда Ясна тоже ушел достаточно далеко. Юрий, привет! Спасибо, что пришел, рада тебя видеть. Первый вопрос, такой, наверное, самый очевидный. Психотерапия – это медицина или нет? Можем ли мы говорить о том, что психотерапевт – это врач или нет? Ну, смотри, давай чуть-чуть предыстории. Психотерапия вообще как практика, она сложилась в Штатах в середине прошлого века. И в Америке очень, ну, скажем так, есть разветвленный понятийный аппарат и законодательство относительно того, что такое психотерапия. Есть психотерапия, есть каунселинг, есть сертификация, есть лицензирование, есть, соответственно, немножко отличающиеся друг от друга законодательства разных штатов. Но самый главный принцип, что ты не обучаясь, собственно, вот каунселинг, ты не можешь консультировать людей. То есть я, например, в Америке не могу начать принимать клиентов и там с ними разговаривать как психотерапевт. В России нету закона, который вообще хоть как бы-то не было регламентировал психотерапию. Есть проект федерального закона, который так и не принят. Соответственно, ну, как бы понятия, кто такой психотерапевт, нет. Вот, например, в проекте федерального закона, вот то, что я готовился, специально почитал, сказано, что психотерапевтом может быть либо, собственно, врач, либо психолог, либо там как-то абстракт написан социальный работник, которые прошли обучение вот именно консультированию, да, вот этому каунселинг в Америке, да. Поэтому, ну, как бы сказать однозначно, там, это медицина или медицина нельзя, да. Ну, и на самом деле, кстати, в Америке тоже по закону, вот я смотрел, кто может осуществлять этот каунселинг, да, это тоже может делать врач, это может делать психолог, но важно, чтобы вот они учились и проходили вот учебную практику именно вот консультирования. Юрий, ну, получается, в России нет какого-то закона, который это регулирует, и когда мы принимаем решение о том, подходит нам специалист или нет, мы можем смотреть на его лицензии, какие-то прохождения курсов и дипломы, как этот скоринг проходит у вас на платформе, как вы набираете специалистов. Все верно, да, то есть несмотря на то, что, как бы, нету законодательства, да, есть, ну, поскольку есть спрос, да, то есть, как бы, центры, которые готовят именно тех, кто вот консультирует, да, там есть институт гештальта, есть институт психоанализа, много там центров, которые, вот, ну, там, международные, ну, в смысле имеется в виду, что вот они входят в какую-то международную сеть, есть при российских вузах, при вышке, то есть, ну, действительно готовят, и, ну, готовят, там, ну, наверное, качественных специалистов, да, и ясно, но при этом, опять же, вот, повторю, да, что любой человек, там, без любого образования, там, консультирование, психология, неважно, да, он может сказать, я психотерапевт, и начать, там, набирать клиентов, там, через инстаграм и так далее. И вот ясно, когда появился в семнадцатом году, как раз, ставил перед собой задачу, что основываясь, во-первых, на формальных критериях, типа, образования в конкретных центрах, количество лет практики, минимум три года практики, отзывы от, ну, каких-то видных представителей, там, психотерапевтического сообщества, с другой стороны, ну, каких-то, там, наверное, на субъективных критериях, да, через интервью с основателем компании, который тоже практикующий психотерапевт, Данила Антоновский, собственно, отобрать этих терапевтов и сказать, вот, смотрите, вот мы отобрали, там, ну, изначально их было немного, там, несколько десятков терапевтов, которым, ну, как будто, вот, можно точно доверять. Дальше, соответственно, когда сервис стал развиваться, да, сейчас, там, 300 плюс терапевтов, все эти формальные критерии, они остаются, то есть, отбор проходит меньше 20% тех, кто подает заявку специалистов, вот, понятно, что их, там, сейчас уже не фаундер собеседует, а там специальные супервизоры, вот, вот, но одна вот из задач сервиса, да, помимо, там, удобства клиентов, там, и так далее, это как раз некая гарантия того, что это точно не, там, какой-то, вот, самоучка, да, который себя объявил психотерапевтом и практикует, вот. Давай еще раз определимся, то есть, ясно, это так называемый on-demand сервис, то есть, сервис по требованию, это модель, похожа на Uber, да, и на подобные сервисы. Как вы отрабатываете возражения онлайн или оффлайн, то есть, это первое, что интересует. Вообще, как, в чем разница между услугой, которая предоставляется вживую и по интернету. И второй вопрос, вытекающая, это безопасность. Почему мне, как пользователю, стоит доверять вам, и я буду, почему я должен быть уверен, что, там, данные, моя видеосвязь никуда не уйдет? Да. Ну, смотри, сначала такой формальный ответ, что мы опираемся, ну, в смысле, когда нам задают какие-то вопросы, там, мы опираемся на исследования, которых, опять же, в Америке много, потому что, ну, там, как бы, проводились исследования еще там в доинтернет-эпоху, насколько вот этот каунселинг по телефону, он окей, и там сейчас проводятся исследования, потому что, ну, есть там сервисы подобные нашему, типа BetterHelp, и, ну, по этим исследованиям онлайн-психотерапия, она в основном не уступает оффлайн. Понятно, что, ну, какие-то вещи, ну, то есть, есть несколько направлений терапии, да, там есть, например, арт-терапия, есть телесная терапия, понятно, что это все-таки оффлайн, да, и вот у нас все-таки такие направления вербальной терапии, там, гештальт, психоанализ, где ты, в основном, разговариваешь, да, и онлайн это окей. Есть еще один важный момент, да, потому что, например, вот у нас на сервисе, ну, помимо того, что вот, как я сказал, все-все вот, они обучались именно консультированию, да, некоторые еще по совместительству и психиатры, да, и, например, вот при обычном приеме они могли бы там поставить диагноз и выписать какие-то лекарства, онлайн они это не могут делать, потому что есть федеральный закон о телемедицине, который вот этого не предполагает, но они могут, соответственно, там, назначить оффлайн или, или, там, отправить к какому-то, вот, там, не знаю, в клинику, да, человека на дальнейшую, там, работу. Вот, по поводу безопасности, ну, смотри, здесь тоже, как бы, есть формальный ответ, да, что с технической, там, стороны все защищено, у нас нет доступа к видеопотоку, а, с другой стороны, ну, самый очевидный вопрос, а, ну, то есть риски, которые связаны с компроментированием тайны консультирования, да, конфиденциальности, они очевидны, это огромные риски, да, выгоды, которые, там, может приобрести кто бы то ни было, да, там, я не знаю, там, психолог, там, 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 сервис, я не знаю, кто, если вдруг окажется, там, у него, у нее доступ к какой-то информации, ну, не очень очевидно, да, поэтому, ну, то есть... Окей, да, да. У любого он-демант сервиса или, там, у агрегатора, да, там, или у маркетплейса всегда возникает проблема на первых этапах, непонятно, с чего начинать, то есть привлекает специалистов, поставщиков услуги или привлекает трафик клиентов, да, потому что всегда на первых стадиях клиентов мало, и тогда поставщики не замотивированы, не готовы участвовать в том бизнесе на твоих условиях, да, с одной стороны, с другой стороны, если выбор не очень большой, то клиентов привлечь сложно. Как, ясно, вы решали вот эту задачу трафик психотерапевты? Ну, смотри, ясно, РОС довольно медленно и осторожно, то есть сервис появился, там, в 2017 году в Бете, да, там было какое-то вот изначальное количество терапевтов, а вот прям больших инвестиций в маркетинг до этого года не было вообще, да, то есть... То есть вы использовали инструменты бесплатного маркетинга, или... Ну, да, то есть там какие-то рекомендации, там, сарафанное радио... Что вообще вначале работало больше всего, какой канал? Ну, вначале просто, поскольку сервис был небольшой, наверное, больше работали какие-то вот, ну, там, просто рекомендации внутри, там, не знаю, там, московые, да, вот... Виральность? Ну, виральность, да. Вы как-то замеряли ее или это стихийно происходило? Нет, я думаю, что не замеряли, потом в прошлом году включили Facebook-продвижение, ну, так, тоже довольно осторожно. Ну, в общем, главная идея в том, что не было, там, каких-то больших инвесторских вложений, которые бы позволили вот прямо эту историю сильно раскручивать с самого начала, да. Поэтому, ну, то есть было какое-то количество терапевтов, для них это, конечно, была не основная работа, ну, и, собственно, до сих пор, там, для многих терапевтов, ну, для большинства, наверное, терапевтов ясно, это не основная работа, там, они, они практикуют, там, где-нибудь, не знаю, в клинике, в частном кабинете, хотя появляется довольно большой уже процент терапевтов, для кого это основная работа, то есть они берут, там, по, там, не знаю, 20 клиентов, и у них там расписан весь день на ясно, вот. Но изначально, как бы, это не то, что вопрос, что первично курица и лицо, а скорее просто, если, как бы, ты изначально растешь осторожно, тестируешь гипотезу, то, ну, нету вот этого большого перекоса, да. Перекос случается вот в момент интенсивного роста. В самом начале ты сказал, что мы выросли в этом году в 7 раз, и, ну, наверное, сейчас, хотя, там, терапевтов тоже, там, в начале того года было 100, сейчас их 300 плюс, да, по терапевтам мы, наверное, немножечко не успеваем. Хотя много заявок от терапевтов, вот, но не успеваем, там, удовлетворять, там, тот спрос, который есть. Окей, а скажи, как сейчас выглядят привлечения, то есть какой ваш самый сильный канал? Да. Ну, наверное, самый сильный, самый эффективный канал по привлечению сейчас – это блогеры, потому что, ну, наверное, тут мы очень хорошо легли в тренд, потому что сейчас говорить, что ты занимаешься с психотерапевтом – это не то, чтобы моветона, скорее даже наоборот, как бы это, ну, ну, то есть не буду говорить моды, но абсолютно нормально сказать, что, там, я переживаю те или иные фрустрации, да, вот эта вот новая искренность, и я, там, с этими своими внутренними, там, конфликтами я справляюсь, да, то есть сейчас, как бы, нету моды, там, на супергероя, скорее есть, как бы, там, модный человек со всеми слабостями, естественно, признание, что да, мне тоже, там, не помешает работать с психотерапевтом, вот. А, как ни странно, очень много… Это ваш основной месседж, который вы, там, через блогеров хотите… Тут нет месседжа, понимаешь, просто, когда я прихожу, например, к кому-нибудь блогеру, в большинстве случаев, как ни странно, ну, опять же, мы выбираем, там, специфических блогеров, ну, в смысле, не специфических, а вот тех, кто, там, как мне кажется, близки нам по духу, я, допустим, им пишу или, там, кто-нибудь с ними связывается, и в большинстве случаев блогер отвечает, о, круто, я тоже работаю с психотерапевтом. Ну, в идеале они говорят, я наясно занимаюсь, вот, но многие, там, просто занимаются психотерапевтом, о, круто, для меня это, там, открытие последнего года, я с удовольствием расскажу про психотерапию, и в том числе про ясно, вот. Поэтому, а в целом с блогерами работать, ну, довольно легко и приятно по этой теме. А как замерять, то есть, есть споры на тему, какую метрику выбирать ключевой в работе с блогерами, кто-то выбирает, например, просто стоимость одной публикации, кто-то выбирает модель cost per click за клик, кто-то по активации, да, как вы с этим работаете? Ну, смотри, да, мы почти всем, ну, на самом деле, всем блогерам мы даем промо-код, который они анонсируют, и мы смотрим количество платящих клиентов, кто пришел с промо-кода, и общее LTV, то есть, общее количество денег, потраченное, там, клиентами, кто изначально ввел этот промо-код. Вот, и, соответственно, мы можем, ну, конечно, это не сравнение яблок с яблоками, там, если мы сравниваем блогеров, там, я не знаю, с Facebook рекламой, с Google рекламой, но в целом это довольно простой, как мне кажется, простая математика. Как ясно выглядит этап активации, когда я уже как пользователь зашел на сайт, изучил психотерапевта, выбрал там направление, которое мне интересно, выбрал, как сделать так, чтобы я в итоге заплатил, и здесь как раз команды роста отличаются от традиционных маркетинговых команд тем, что они работают и над активацией, и над выручкой. Как у вас этот процесс онбординга выглядит? Ну, смотри, да, то есть, ты приходишь на сайт, прежде чем ты заполняешь анкету, ты оставляешь свой телефон, то есть, ну, ты просто подтверждаешь свой номер телефона, это, собственно, ID пользователя. Дальше ты заполняешь анкету с твоими симптомами, пожеланиями, с кем ты хочешь работать, что ты хочешь обсудить. Дальше тебе предлагается на основании этой анкеты три или пять терапевтов там по проценту соответствия твоей анкете. Дальше ты выбираешь терапевта, выбираешь время, платишь, ну, точнее, привязываешь карту, там деньги списываются за 12 часов до сессии. А процент конверсии из тех, кто вот оставил свой номер телефона и вот, ну, условно говоря, стал нашим лидом, в тех, кто, собственно, назначил первую сессию платящего клиента, порядка 20-25 процентов, ну, сильно там различается от источника трафика и так далее. Вот, и понятно, что, ну, одна из главных задач там команды роста и маркетинга и продукта этот процент увеличен, да. При этом есть проблема, ну, не то, что проблема, а психотерапия довольно деликатная тема, да, поэтому мы не хотим нанимать там команду сейлзов, которые будут там прозванивать эти номера, которые у нас есть и навязывать им там позаниматься с психотерапевтом, поэтому максимум, что мы можем себе позволить сделать, чтобы как-то протолкнуть людей по воронке, это, ну, во-первых, имейл-цепочки, да, то есть у нас есть, ну, человек еще имейл оставляет, да, то есть мы, ну, цепочка, да, там, через два дня это отправляем, через три дня это, через десять дней это, и то, как бы мы стараемся не быть навязчивыми. И... Ну, то есть без призыва к действию, просто какие-то рассказы, какой-то такой образовательный контент. Мы скорее барьеры преодолеваем, то есть есть барьер, что... Ну, самый главный барьер, что психотерапия это круто, но не сейчас, сейчас и так как бы в жизни много чего происходит, нету там силы, ресурсов там и так далее. А второе, вот, что мы делаем, это настроили WhatsApp-бота, который, собственно, если человек не конвертится в течение дня, он на следующий день пишет ему, что, может быть, у тебя есть какие-то проблемы, может быть, ты не нашел терапевта подходящего, может, еще что-то. Вот у нас есть служба поддержки, ну, или там служба заботы мы ее называем, у них у всех психологическое образование, ты можешь с ними списаться, созвониться, и они тебе найдут подходящего тебе терапевта. И там тоже есть какой-то процент, который конвертируется. Вот, собственно, все. Окей. Сейчас появилась мысль, что у вашего сервиса, у телемедицины, у медицинских центров, которые используют Digital как один из источников привлечения, есть много схожего. Да. И есть разные сегменты аудитории, которые уже готовы купить здесь и сейчас. Есть аудитории с отложенным спросом, да. В медицине тоже такое бывает, когда нужно сдать анализы, ты еще не созрел морально, твой уровень осознанности не очень высокий, и ты там откладываешь, откладываешь, откладываешь. Да. Как вообще, кроме каких-то обычных контентных историй, о которых ты рассказал, как можно все-таки подогревать воронку отложенного спроса и как с ней работать? Интересная тема. Просто буквально вот вчера у Ювали Харари вычитал, что если до этого медицина работала исключительно с реагированием, у меня что-то болит, это надо как-то полечить, то сейчас идет больше шифт в некое такое улучшение человека, да, там, я не знаю, там, какая-нибудь пластическая хирургия, да, она как бы не про то, что что-то болит, а что вот там всякие чекапы и так далее. И вот психотерапия в плане вот там сформированности спроса, она тоже как бы вот состоит из двух типов аудитории, да, то есть аудитория с, ну, с теми, у кого сейчас там, наверное, какое-то критическое состояние, да, и у них вот прямо сформированный спрос, что им срочно нужно с кем-то поговорить, обсудить, как им сейчас тяжело, и есть аудитория, которые в целом понимают ценность психотерапии, они понимают, что им нужно вот как-то начать заниматься с психотерапевтом, но вот как-то вот все никак, да. и вот по каналам первое, это там в первую очередь контекстная реклама, и, например, по контекстной рекламе мы видим, что люди очень быстро конвертятся, ну, то есть вот он там прогуглил, я не знаю, там, запрос какой-нибудь, психолог онлайн, психотерапевт по скайпу, и достаточно высоким процентом он конвертируется в, собственно, платящего клиента, назначает сессию, причем сессию там, но в какое-то ближайшее время, и это как бы одно направление, да. Другое направление, это люди, которые вот, у них есть какое-то позитивное там отношение к терапии, но вот им нужно большое количество точек касания, чтобы в итоге сконвертиться, да, и здесь, конечно, каналы, это Facebook реклама, это блогеры вот вышеупомянутые, и так далее, вот. И на самом деле вот интересно, вот эти две когорты, если взять, да, то их сравнивать, вот, как ни странно, вот стоимость привлечения, да, где сформированный спрос, она, ну, разумеется, ниже, да, но LTV у тех, у кого нет сформированного спроса, да, он выше, да, потому что, ну, люди, у которых есть вот какой-то вот сейчас критический момент, который нужно обсудить, они в итоге конвертятся, они записываются на первую сессию, могут там на вторую, но через какое-то время они отваливаются, да, те, как бы, кто довольно долго входит в продукт, они, разумеется, нам стоят дороже, стоимость привлечения выше, но и их LTV, и их, как бы, ценность как клиентов тоже выше. Интересно, то есть получается, что сначала этот сегмент находится в таком отрицании, и потом в один момент их прорывает, они осознают потребность, и... Ну, я не думаю, что в отрицании, то есть, ну, опять же, вот то, что я вижу вот в окружающем ландшафте, отношение к психотерапии, на самом деле, сейчас очень позитивное, да, вот там, наш core аудитория, это там 25-35 лет, да? Ну, то есть... А какая вообще емкость рынка? То есть, давай так, в пользователях, в выручке потенциальной, если есть такие данные, и здесь, наверное, возможно, имеет смысл разделять, сколько готовы заниматься в онлайне, и сколько в офлайне, то есть, сколько вообще всего людей, которые, ну, либо уже занимаются, либо морально готовы к этому в России? Ну, смотри, мы... У нас в анкете есть вопрос, когда ты регистрируешься, был ли у тебя до этого опыт психотерапии, да? Вот в этом году процент тех, кто указывает, что нет, то, что первый опыт психотерапии, он довольно высокий. То есть, ну, как бы люди сейчас, вот прямо сейчас, да, в этом году, там, я думаю, в следующем году будет еще больше, они будут входить в эту индустрию, да? А там этот год, он очень хороший для нас, да, как ни парадоксально, именно потому, что точкой входа становится именно онлайн-психотерапия, да? Ну, то есть, это как бы удобно, это просто, и, да, в общем-то, других вариантов тоже нет, вот. Поэтому у меня нет данных, честно говоря, вот, соотношение процента, там, онлайн-офлайн психотерапии, ну, я думаю, этих данных, там, ни у кого нет. Но, конечно, я, конечно, оффлайна сейчас больше, да, потому что, вот, все эти, там, классические, там, фильмы, про которые мы знаем о психотерапии, да, там, клиент приходит, сидит, там, рассказывает психотерапевту, что-то, да, понятно, что, ну, в большинстве того, картинка психотерапии, это картинка, там, вот, кабинета психолога, да, вот, но я думаю, что сейчас, конечно же, очень большой взрывной рост онлайн-психотерапии, я думаю, что онлайн-психотерапия для многих будет точкой входа в эту историю. В этом году мы выросли в 7 раз, ну, почти, там, ну, по многим метрикам, да, по каким-то, может, 6, по каким-то 8, по каким-то 9. При этом, ну, окей, это, может быть, был такой эффект низкой базы, да, потому что, ну, в начале этого года у нас, там, я не знаю, было, там, может быть, 2-3 тысячи сессий, там, в месяц, да, вот сейчас у нас, там, 11 тысяч сессий в месяц проходит. Вот, но каких-то замедлений темпов роста у нас нет, да, ну, то есть, имеется в виду, что, например, октябрь по темпу роста, он был такой же бурный, даже, там, более бурный, чем апрель, да, вот, поэтому я думаю, что емкость еще очень большая, активных клиентов, вот, кто провел хоть одну сессию, у нас порядка, боюсь соврать, там, 10-12 тысяч, и на самом деле, ну, если взять, вот, когорту какого-то вот такого вот миддл-класса миллениалов, да, вот так, кому-то, не знаю, 25-35, да, я думаю, что это по-прежнему очень маленький процент, при том, что, ну, какой-то вот прямо, вот сейчас какого-то огромного перекоса Москвы у нас нету, да, у нас есть, там, процентов 30 всех наших клиентов, это живущие за рубежом русские, есть, там, какие-то другие крупные города, Петербург, там, Екатеринбург и так далее, вот, поэтому я думаю, ну, наверное, емкость такая, что, ну, мы можем вырасти, наверное, в следующие пару лет, там, ну, еще раз в 5, точно, там, до 50 тысяч, там, активных клиентов, вот. Крутое заявление, я надеюсь, у вас получится. Ну, это предположение. Смотри, ты рассказал про каналы, про блогеров, про контекст, про таргетинг, ты рассказал про то, что есть разные сегменты, есть мультиканальности, сейчас, наверное, наш слушатель задается вопросом, а как это вообще все объединить, объединить, как это анализировать, как в команде роста ясно выглядит работа с аналитикой, то есть, там, используете ли вы сквозную аналитику, если да, то какие сервисы, как принимаете решения, как часто вообще смотрите на цифры, как идет вот работа с данными? Ну, смотри, у нас самописная админка, довольно прокачанная, то есть, там очень много данных можно увидеть, в том числе по источникам трафика, я уж не говорю про все продуктовые метрики. Для удобной, быстрой визуализации каких-то метрик, есть, мы используем сервис Amplitude, ну, там как бы есть практически все, все данные, там, по любым когортам, нет только там, ну, бюджетов, да, то есть, ты не можешь там высчитать ROI, да. А, как ни странно, мы до сих пор еще много пользуемся всякими Excel-ками, где мы там высчитываем как раз ROI, ROAS и так далее. Но вот сейчас мы внедряем инструмент сквозной аналитики, RIC. Надеюсь, вот, тогда необходимость в Excel-ках точно отпадет. Окей. С B2C плюс-минус понятно, как вы с ними работаете. Что по B2B, вообще, как это работает сейчас, как продукт сам, да, первое. Второе, как выглядит привлечение. И третий вопрос про ДМС. Планируете ли вы туда внедряться и вообще какие планы на направление. Первый вопрос. Первый вопрос вообще, как выглядит привлечение B2B. Окей, сори. Как выглядит продукт, сам продукт, то есть я как бизнес, я прихожу к вам и говорю, ребят, у меня вот есть запросы от команды, как это выглядит как продукт. Да, все основано на промокодах, то есть у нас есть, мы делаем промокоды для сотрудников определенной компании, с префиксом, допустим, mail.ru и так далее. И дальше зависит от условия, которые дает HR этой компании. Например, mail.ru, вот наш крупнейший so far клиент, у них было условие, что они давали 5 бесплатных сессий своим сотрудникам, и дальше сотрудники там могли, ну, на шестую записываться. Мы рекомендуем все-таки поступать не так, мы больше рекомендуем сплит, ну, то есть там, что компания и сотрудник платят 50 на 50, да, там, за сессию. Ну, также по промокоду сотрудник регистрируется, если он указывает промокод, там, определенной компании уникальный, да, один из этих промокодов, да, то, соответственно, вот он получает условия своей компании, например, там, 50% скидки, и потом там в конце месяца компания там оплачивает нам вот то, что использовали, да. Вот. По привлечению, ну, наверное, сейчас, ну, во-первых, я просто всем не занимаюсь, да, у нас есть B2B-отдел, привлечения B2B сейчас тоже, наверное, особо колотенел, да, то есть мы там не, ну, пока особо не запускаем там какую-то таргетированную рекламу там на HR-ов компаний. Пока, наверное, работает какая-то вот сарафанка, есть там у нас свой блог на VC, мы там какие-то материалы тоже, кейсы публикуем, там про тот же Mail.ru был материал, ну, то есть, так или иначе, какие-то компании приходят, вот. А DMS пока нет, то есть с основными страховыми компаниями там у нас нет договоренности, ну, по разным причинам, во-первых, потому что там уже есть игроки, например, есть там сервис Понимаю, да, который работает с DMS-ами, ну, может, в какой-то момент мы там окажемся. Вот, но пока в основном напрямую работаем с специалистами там компаний, которые отвечают за вот compensation and benefits. А есть вообще ощущение, что там B2C-шный рынок сейчас в России ушел далеко, сильно дальше, чем B2B? Конечно. И что емкость B2B пока совсем маленькая? Есть такое ощущение? Опять же, смотри, просто есть компания, да, тут же понимаю, да, упомянутая, у них чисто B2B, да, то есть понятно, что у них как бы картина другая, да. У нас, ну, наверное, просто потому, что мы изначально выросли как B2C-бизнес, и логика у нас пока все еще B2C-шная, да, в основном, то есть даже с B2B мы работаем по B2C-шной логике, все эти промокоды и так далее, да, то есть это не какой-то, знаешь, портал, который мы там даем там компаниям, вот. Поэтому, причем это самый интересный момент, иногда вот, ну, наш там sales выходит в какую-то компанию, говорит там, не хотите ли вот вы там дать в качестве бенефита вашим сотрудникам психотерапию, HR говорит, я очень сильно сомневаюсь, что им это нужно, да. Дальше HR проводит какой-то опрос среди сотрудников там или какой-нибудь NPS, типа, чего вам не хватает, да, там, не знаю, там, корпоративного спорта, корпоративного английского, там, еще чего-то. И многие отвечают, ну, прям в одной компании был такой кейс, там очень большой процент ответил, что мы бы хотели корпоративную психотерапию, да, и для HR это стало откровением, и, ну, в итоге мы подписались с этой компанией, вот. Поэтому я думаю, что это как бы штука тоже будет расти, ну, во-первых, потому что, ну, я думаю, что вот история с compensation and benefit в компании будет все больше и больше, да, потому что, ну, компании там особо высокотехнологичные хотят удерживать своих сотрудников, и в этом плане, как бы, еще один перк – это хорошо. А во-вторых, я думаю, тут такое вот немножко неочевидное направление в том, что отличие, например, от корпоративного английского и корпоративного спорта в том, что компании хотят знать, как их сотрудники реально себя чувствуют, да, и психотерапия вместе с какими-нибудь, допустим, там, скорингами, да, тут может очень хорошо работать, да, то есть ты можешь там, я не знаю, там, узнать, насколько себя там комфортно чувствует сотрудник с психологической точки зрения по какому-то скорингу, и потом замерить, допустим, после пяти сессий с психотерапевтом, да, там, я не знаю, взять какие-нибудь там модели скоринга, чтобы оценить его выгорание, да, потому что, ну, это как бы большая проблема, много людей там увольняются просто вот выгорев, да, и, ну, как бы, тут ты не только как бы можешь этим на это как-то влиять, но еще и оценивать, насколько вот… Здесь было бы интересно понять привязку там, ваши услуги, то есть ваши работы в течение какого-то долгого времени относительно какой-то HR-метрики. Если вот у вас бы появились такие кейсы, мне кажется, количество готовых бизнесов к вам их бы стало намного больше. Так вот именно этим сейчас и занимаемся, там, вот у нас есть несколько корпоративных клиентов, я просто не знаю, могу ли я там их называть, может, какие-то точно могу, какие-то точно не могу, но вот с ними как раз сейчас обкатывается вот эта штука, что замеряются вот эти вот HR-метрики там, выгорания и прочее там вот вначале до работы с психотерапевтом и после там какого-то количества сессий. А не было ли мысли о том, что B2B вообще может стать каким-то другим продуктом, который на B2C не будет похож, и это будет такой интерпрайз для вас, на который вы перенесете свои ресурсы? Ну, конечно, да. Здесь просто, ну, то есть, понятно, что сейчас это выглядит продукт как бы для, условно говоря, троих, да, там, ну, для двоих, можно сказать, там, для, ну, там, для Ясна, для терапевта, для клиента, который вот занимается, да. Соответственно, там, для HR-а пока нет там каких-то, там, знаешь, интерфейсов и так далее. Но в будущем, конечно, мы к тому идем, чтобы вот он мог там у себя, вот даже в Брате, видеть, как вот вот у него все там в компании, да, там, сколько сотрудников занимается, как там, какие у них там метрики там по удовлетворенности, там, НПС и так далее. Давай про конкуренцию. Ну, мой личный опыт, там, какого-то изучения рынка, он, в принципе, ушел недалеко. Первое, ясно, у меня в голове всплывает. Второе, это конкурирующий сервис Мета. Да. Мне показалось, что Мета вообще получила какой-то рост благодаря тому, что там известный в узких кругах… Иван Замесин. Основатель, да, Иван Замесин. И за счет там личного бренда, за счет того, что они выбрали стратегию открытости, да, они там открыто транслируют цифры, свой там трекшн и как вообще происходит их рост, за счет этого они привлекли к себе внимание. Вот, когда там я изучал, как это все работает, меня удивило следующее. Значит, я оставил заявку на сайте, и меня добавили… На мете, да? На мете, да. Меня добавили в Телеграм-канал, где был психотерапевт, и был еще кто-то, вообще непонятный, неизвестный человек, ну, видимо, менеджер компании. Ну, я был, наверное, смущен, и мне стало даже неловко, что в этом процессе участвует какой-то еще человек. Ну, да. И здесь мне нравится у вас то, что нету какого-то промежуточного звена, такой peer-to-peer, да, и, в общем, мне интересно, как вы конкурируете. И вот давай начнем с того, что в чем разница ваших позиционирований, то есть если… или в миссии, например, то есть вот в чем разница? Ой, ну это больной вопрос. На самом деле я вот, ну как вот, маркетинг-лид как раз последние там несколько месяцев топлю за то, чтобы выработать какое-то позиционирование, как мы будем отстраиваться от конкурентов, да, потому что, ну, пока это как бы не проблема, потому что уровень awareness, да, бренд awareness, он, ну, в нашей индустрии не очень высокий, да, то есть там люди узнают проясно и, ну, не особо там тратят время, чтобы изучить, кто еще есть. Чем отличаемся? Ну, тут, наверное, как бы дело в нюансах, потому что, ну, базово продукт один и тот же, да, у кого-то там есть еще оффлайн-терапия, кто-то больше работает как marketplace, там, с отзывами, с рейтингами, меньше как цельный продукт. Наверное, мы как бы больше работаем с комьюнити психотерапевтов, и это как бы сторона, которая не очень видна клиенту, да, то есть у нас регулярные встречи психотерапевтов, супервизии, но это, опять же, вот не то, что можно легко вынести на, вот, преимущество, да, там, point of parity, да, point of difference, да, с конкурентами. Вот, поэтому, ну, наверное, пока больше, как бы, вот разница в экспириенсе клиента на уровне, там, вот то, что я описал, да, там, онбординг, вопросы в онбординге, вопросы в анкете, то, как бы, как с тобой, там, служба поддержки работает и так далее. Ну, мне показалось, что они больше работают в сторону такого маркетплейса, где, там, ты выбираешь, то есть нету какой-то сформулированной, понятной, сформулированного продукта, есть просто выбор терапевтов, и ты выбираешь. Здесь все-таки есть у вас... Сейчас уже не так, да. Сейчас, на самом деле, у Меты очень хороший онбординг. Окей. То есть, это, наверное, ты пришел в какой-то момент, когда у них был вот именно MVP. MVP, да. Да, сейчас они выкатили новый онбординг, мне он очень нравится, очень, ну, качественно сделан, то есть видно, что у них фаундер, там, с продуктовой экспертизой и сильный. Окей, смотри, вопрос для, ну, какого-то, может быть, нового мышления в сторону маркетинга. Сейчас, ну, в основном в IT-компаниях, но и, там, оффлайн-бизнес тоже двигается в эту сторону. Есть? Все нормально, дальше. Водички можно? А, да. Да, конечно. А можно водички нам? Окей. Сейчас принесу. Ладно, спасибо. Да, и двигаются в сторону роста, то есть тема маркетинга подменяется таким названием growth. Да, да. И вот у тебя даже позиция называется head of growth. Все правильно, да. Вот. В общем, интересно понять, там, как мне, например, как медицинскому центру, может быть интересна эта информация, что такое рост, чем он отличается от маркетинга, и как ты вообще видишь это вот мышление, там, в 2021 году уже. Вот разница маркетинг, growth. Ну, смотри, на самом деле, если ты фаундер, да, или, там, не знаю, генеральный директор, то, конечно же, круче взять на работу growth-специалиста. Ну, в смысле, даже не нужно взять на работу, а договориться с сотрудником, что он отвечает за growth, чем за маркетинг. Ну, маркетинг – это все-таки немножко, как бы, такая абстрактная вещь, да. Growth – это очень конкретная вещь, да. Вот у тебя, например, есть там какая-то метрика. Не важно, ты оффлайн-бизнес, онлайн-бизнес, там. Ты говоришь о growth-команде. Мне важно, чтобы эта метрика выросла. И дальше, как бы, growth-специалисты, они могут использовать, там, ну, практически любые решения, да. Это могут быть, там, не знаю, маркетинговые решения, продуктовые решения, там. Могут быть какие-то, там, не знаю, неочевидные решения, там, с точки зрения, там, я не знаю, там, работы с какими-то процессами, да, внутренними, для того, чтобы, вот, там, эти метрики выросли. А в целом, ну, как бы, growth, как подход, да, он, там, сформировался в, вот, в стартап-культуре, да, вот, когда сейчас был этот бум, там, стартапов в Америке, который предполагает, что, ну, то есть, стартап вообще, как таковой, да, предполагает, что, чем стартап отличается от маленькой компании, да, что может случиться взрывной рост, да, соответственно, чтобы случился взрывной рост, нужны, как бы, инструменты взрывного роста, да. И для того, чтобы, ну, определенно найти этот инструмент сложно, да, потому что, если бы все знали, как бы, как, вот, инструменты роста, то все бы выросли, там, в миллион раз, да, как Uber. Проблема в том, что в каждом конкретном случае инструменты роста, они, ну, другие какие-то, да, там. И вот задача growth, специалиста, да, вот growth работает по методике, что, значит, нужно взять, там, энное количество гипотез и их по очереди протестировать, да, там, то есть, если это касается продукта, то, я не знаю, там, нужно сделать 10 вариантов, там, онбординга, протестировать и понять, какой онбординг с точки зрения метрик, там, я не знаю, дохождения до конца клиента лучше работает. Если это маркетинг, взять, там, 10 каналов, в каждом из 10 каналов, там, сделать 10 креативов и понять, как бы, что в итоге, вот, работает, что нет, да. Окей, ну, как я это понимаю, речь идет о том, что раньше восприятие маркетинга было, как, там, трафик и лиды, все, что происходит внутри и все, что происходит дальше, раньше считалось, что, там, во всяком случае, диджитал с этим не работает, и разница подходов growth и маркетинга в том, что growth, ну, имеет взгляд, 360 на бизнес, и, там, вот, всю воронку от, там, узнаваемости до удержания, да, помогает с ней работать. Ну, смотри, мое мнение, кое-что, нет такого, что growth это хорошо, а маркетинг это как-то несовременно, да, просто тут немножко разный фокус, потому что, если, например, в компании нет маркетинга, а есть только growth, да, то, ну, человек, у которого, там, весь его перформанс, бонус, там, KPI завязан на growth, он будет выжимать до последнего, там, ну, количество, там, новых клиентов, неважно, любую метрику, там, не знаю, давать какие-то большие скидки, там, я не знаю, выжигать трафик, там, не знаю, ухудшать продукт, может быть, как-то, и в итоге, то есть, там, не знаю, на горизонте года он, там, выполнит свои KPI, да, но потом окажется, что у этого бренда нет позиционирования, да, и когда подтянутся конкуренты, окажется, что, в общем-то, ну, как бы выделиться нечем, да, на фоне их, и это как раз работа вот маркетолога, да, например, придумать какое-то вот такое позиционирование, потом есть какие-то вещи, которые не дают мгновенного эффекта, да, там, контент-маркетинг, то есть, если, там, сказать growth-специалисту, что мы должны, там, за три месяца вырасти в два раза, ну, наверное, последнее, чем будет заниматься, ну, и дадут бюджет, да, соответствующий, последнее, на что он будет тратить этот бюджет, это контент-маркетинг, да, ну, потому что зачем писать какие-то, там, не знаю, статьи в блог, снимать какие-то видео, если, как бы, ну, это не даст, там, вот, завтра такого же результата, как, не знаю, там, большие ставки на контекстную рекламу, и, ну, понятно, что для того, чтобы, вот, построить какой-то вот такой sustainable бренд с качественным контентом, с качественным продуктом, позиционированием, классным фирменным стилем, это, как бы, ну, не должно отменяться и не должно подменяться тем, что нам нужно, вот, расти, расти, там, и расти, да. А как у вас выглядит команда роста, то есть, ну, какие позиции, сколько вообще людей надо, там, если у меня оффлайн-бизнес, но я хочу быть представленным в диджитал, вот сколько мне нужно людей на старте для того, чтобы построить команду роста? Слушай, ну, мне кажется, что если, вот, ну, как бы, ты начинаешь с нуля, то вся команда роста – это ты, то есть, это, там, ты как фаундер, да, то есть, тебе сначала нужно протестировать какие-то, вот, идеи, и только после этого нанимать, там, маркетолога и, там, гроус-специалиста, чтобы уже масштабно расти. Вот у нас команда, ну, то есть, у нас как, у нас весь сервис делится, вот, на три части, грубо говоря, есть, там, разработчики, и дальше есть, там, специалисты, кто занимаются непосредственно, там, с сообществом психотерапевтов, с поддержкой, то есть, это люди, как правило, там, с психотерапевтическим уклоном, бэкграундом, и есть, соответственно, команда, которая отвечает за продукты, за рост, это продукт-менеджер, я, который, собственно, отвечает за маркетинг, за рост, есть специалист по PPC-рекламе, Facebook, Google, там, и прочие платные каналы, есть, там, на фрилансе человек, который работает с блогерами, там, их находит, как-то, вот, там, согласовывает документы, есть контент-специалист, который закрывает, как бы, и контент, вот, там, блог и прочее, да, и, там, делает креативы для рекламы. Ну, это, ты считаешь, какая-то такая минимальная команда, или это прям уже... Ну, смотри, минимальная команда, ну, минимальная команда, понимаешь, просто я пришел в Ясно в начале этого года, и я был, наверное, там, одним из первых, ну, наемных сотрудников, да, просто довольно долгое время фаундеры сами, ну, делали много вещей, в том числе, там, ну, которые не являются, вот, их прямо, прямой специальностью, для того, чтобы, наверное, понять, насколько вообще все это состояние был модель, да, но как только вот они поняли, что вся эта штука работает, что сходится экономика, что есть спрос, то они, конечно, начали расширять команду, и вот мне кажется, что, ну, я просто взаимодействовал в жизни, там, с разными стартапами, и, наверное, одна из ошибок фаундеров, это слишком быстро нанимать всяких, там, продуктологов, паркетологов и прочее, да, нужно сначала самому убедиться, что, да, эта штука работает, а потом уже, конечно, там, умножать сущность, там, за счет... Да, я с тобой согласен, причем такая проблема есть в медицинском бизнесе и в сфере услуг, когда основатели компании говорят, мы не можем найти маркетолога, да, и чаще всего проблема не в поиске людей, людей на рынке много, проблема в том, как сформулировать цель и как вообще качественно делегировать, и вот сейчас ты как раз рассказываешь крутой кейс, когда фаундеры сделали сначала сами, а потом уже начали нанимать людей, которые экспертнее их, но при этом могут продолжить... Ну, конечно, да, потому что, ну, сгенерить первые продажи в целом всегда можно, если они генерятся, да, то есть, там, не знаю, найти блогера, который тебе подходит, к примеру, да, это простой пример, может, там, для этого не нужен маркетолог, да, там, договориться с ним о цене, для этого тоже, как бы, не нужен маркетолог, да, там, от него придет какой-то, там, трафик, какие-то люди придут, и дальше, как бы, либо есть продажи, либо нет продаж, да, если, если... Ну, окей, если это не какой-то сложный B2B-бизнес или, там, какой-то бизнес с большим чеком, да? Да. Вот, а, естественно, если есть первый трекшн, да, то, ну, наверное, там, нужно думать, как масштабировать трекшн, и, скорее, команда роста, она про масштабирование, там, от, там, не знаю, единицы до бесконечности, а не вот от нуля до единицы. У нас остается 6 минут, и давай поговорим про, вообще, самый последний этап, там, воронки, про удержание. Да. Если у тебя сейчас понимание, там, количество пользователей, которые отваливают, там, конечно, внутри месяца, или, там, вы как-то по-другому считаете, то есть какие вообще метрики удержания и оттока пользователей? Ну, смотри, мы считаем по сессиям, ну, не по месяцам, потому что месяц логично считать, если, допустим, там, подписка на месяц, здесь, как бы, ну, сущность – сессия, да, то есть человек платит две тысячи восемьсот пятьдесят рублей за одну сессию, там, неважно, первая, вторая, третья. После первой сессии ко второй сессии остается 60 плюс процентов, да, то есть между 60 и 70 процентами пользователей. Это стабильная метрика. Или по-другому можно сказать, что 40 процентов уходят. Ну, или так, да. А вы знаете, там, самые популярные причины, то есть это проблема в вашем продукте или проблема в том, что чаще это те люди, которые как раз не готовы еще к терапии? Ну, не знаю, мою, ну, точнее как, у нас как это все устроено, то есть есть два варианта. Первый вариант – в конце сессии терапевт говорит, давайте запишемся на следующую сессию, если вы готовы. Соответственно, ты можешь сказать, что нет, давайте я запишусь сам, да, и дальше вот человек не записывается или говорит, знаете, я не хочу больше с вами заниматься, дальше он просто не записывается и все, да. Есть другой сценарий, что терапевт его уже записал, ну, и в первом случае, соответственно, человек не объясняет причину, что ему не понравилось, да, мы не знаем эту причину. Второй случай, в который попадает там, ну, не знаю, процентов 10 клиентов, да, которые отваливаются, это, что тебя терапевт записал, и дальше, если ты не хочешь на вторую сессию приходить или там на третью, неважно, то ты должен нажать кнопку «Отказаться от следующей сессии», чтобы тебе там перед сессией не списались деньги. И там ты должен оставить какой-то вот комментарий, почему, да, там, выбрать из списка и так далее. А там, на самом деле, ну, довольно такие какие-то, ну, общие вещи, да, но в целом общая история, что, ну, просто вот как-то я не почувствовал эффект, мне показалось, что там терапевт мне не подходит, да. Иногда какие-то развернутые комментарии пишут, кто-то пишет, ну, там, часто пишут комментарии, что, ну, вот я что-то рассказываю терапевту, да, а он мне вот как бы ничего не говорит, он сидит и слушает, да. И здесь тоже как бы сложно как-то там комментировать, потому что, ну, это один из методов психотерапии, это внимательно слушать клиента, а не там не давать какие-то советы, да. Прости, перебью, здесь вот один важный вопрос есть. Ты сказал, что 40% уходят после первой сессии. Ну, до 40, меньше. До 40, да. А есть ли у вас там какое-то предположение на тему, сколько из 40% уходит напрямую консультироваться без платформы, то есть, ну, сколько, какое количество терапевтов вас обманывают и забирают клиентов, вводя напрямую, и зачем вообще это делать, то есть. Ну, на самом деле, вот, хороший вопрос, потому что, когда вот мне предложили работать в Ясно, еще вот как бы до того, как Ясно начал расти, у меня бы один из вопросов был, ребят, вот как бы, ну, зачем людям, да, вот это вот платить там какую-то еще комиссию, хотя комиссия там не очень большая, если можно напрямую работать терапевтом, да. А при этом, на самом деле, опять же, случаев того, что вот человек с терапевтом договорились как-то там отдельно заниматься, не через Ясно, ну, мы, правда, не знаем. То есть, они наверняка есть, да, но просто тут как бы нету какой-то вот супер цены, супер выигрыша, да, у терапевта и у клиента, да, потому что, ну, то есть, что, да, терапевт там не будет терять там комиссию, которую сервис забирает там с этих 2850, это там не очень большая комиссия, но при этом, например, если вдруг это как-то вскроется, да, то, ну, скорее всего, там, он перестанет работать на сервисе и перестанет регулярно там находить новых клиентов, да, потому что… А это вообще является проблемой для вас с точки зрения вообще бизнес-модели и экономики или… Ну, я думаю, что это не является проблемой. То есть, вы допускаете, что есть там какой-то процент как погрешность, но… Наверное, да, 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 да. Хорошо, там, после первой, там, до 40%, давай говорить более позитивно, 60% осталось, как выглядит движение дальше? Дальше в какой-то момент практически плато, то есть, ну, конечно, не плато, то есть, понятно, что они все равно умирают потихонечку, но уже там гораздо медленнее в целом, ну, для простоты мы считаем, что у нас LTV, там, порядка 6-7 тысяч. Это именно, как бы, даже… ну, это именно комиссии, которые мы получаем, то есть, ну, это получают сколько сессий? Ну, это до 10, наверное, сессий, да. Вот, поэтому, ну, в целом даже, причем это с учетом вот тех, кто после первой сессии отваливает. То есть, наверное, как бы срок жизни большой, есть долгожители, у кого там больше 100 сессий, больше 200 сессий. Юрий, мы подходим к концу. Мне лично было очень интересно. Очень много, надеюсь, зрителям тоже, очень много инсайтов, очень много цифр интересных, и вообще, мне кажется, что это айтишное мышление классно применять и в медицине, и в оффлайн-бизнесе. Я очень рад за вас, что вы выросли в 7 раз, и желаю вам реализовать цель вырасти еще в 5 раз. Спасибо большое. Будем надеяться, что рынок будет подогреваться, и что вы в этом тоже будете участвовать. Вот, поэтому спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое за это еще.